Год назад алтайским журналистам презентовали новый проект и предложили путем голосования выбрать из трех местных претендентов того, кому установят спутниковый интернет. Победу одержал староста из глубинки в Чережском районе Александр Сидоров. Всего год назад из современных технологий жителям села были доступны несколько номеров домашних телефонов и таксофон. Ни сотовой связи, ни интернета никогда не было. Сегодня мы привезли в Барнаул документальный фильм о позитивных изменениях жителей Майорки для того, чтобы другие жители Алтайского края смогли посмотреть, как спутниковый интернет становится эффективным инструментом для решения важных задач. Да много таких деревенских вопросов, которые и люди идут и обращаются. Кто-то интересуется погодой, какая погода там на завтра будет. Кто-то не мог отремонтировать автомобиль и вот нужно как, чтобы в интернете и через интернет подсказали, как это правильно сделать. Документальный фильм о новой жизни майорцев – продолжение других историй. К примеру, в Кузбассе ученый-геолог, выбрав для жизни отдаленную деревню, организует международные экспедиции по поиску юрских динозавров. Изменилась жизнь и у детского тренера Патхе Кванду из Приморья. С помощью спутникового интернета она преподает боевые искусства. А к нашему герою из Майорки Александру Сидорову теперь не зарастает народная тропа. Светлана Моножкина участвовала в переписи населения. Ей пришлось отправлять какой-то отчет. Она тоже приходила, воспользовалась. Ну и внуки приходят, и тоже интересно, там надо найти, кому про мышек, кому про попугайчиков, кому там про что-то, кому уроки и помочь это выполнить. Мы с Александром Леонидовичем связывались по видеосвязи. Мы с ним общались, он мне рассказывал, в общем, как у них жизнь изменилась. И, конечно, существенно стало легче. Второй сезон сериала расскажет о жизни пользователей спутникового интернета в республиках Саха, Тува, Северная Осетия, Забайкальском крае и других регионах России. Тех, кто, как и Александр Сидоров, почувствовал на себе, сколько новых возможностей открывает интернет и сколько радости он дарит. Было бы и неплохо, если бы у моих односельщан был бы такой же способ связи. Мир немножко изменился, границы уже расширились. Все-таки хорошая эта штука интернет. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.